Во-первых, надо обеспечить эффективное функционирование финансового сектора в условиях плавающего курса тенге. Принципиальный момент заключается в том, что возврата к практике бесконечного поддерживания курса национальной валюты за счет средств национального фонда не будет. Национальному банку необходимо провести стресс-тестирование всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов. По его результатам надо принять меры по их признанию и списанию. Банки, не сомневшие решить проблему капитализации, должны уходить из финансовой системы. Казахстанские банки должны соответствовать всем международным стандартам, в том числе Базельского комитета Международного валютного фонда. Важно давиться укрепления доверия к национальной валюте через расширение инструментов дедолларизации. По данному вопросу правительству и Национальному банку надо подготовить конкретные предложения. Казахстанцам всем надо привыкнуть, что мы живем на тенге. Хлеб насущный покупаем за тенге. Колбасу и молоко тоже за тенге. Одежду покупаем за тенге. Доллары нужны тем, кто за бугром одевается. Или нужны какие-то импортные товары. За тенге. Хранение денег, депозитов в тенге выгодно больше процентов, чем есть на самом деле. За депозиты в долларах проценты будут очень низкие. К этому банк придет. Это один из моментов дедолларизации. Поэтому давайте в лексиконе будем говорить тенге. И жить будем на тенге. Тогда будет спокойствие, и мы поможем себе и нашей стране. В рамках инфляционного таргетирования Национальный банк должен снизить уровень инфляции до 4% в среднесрочной перспективе. Для этого должен полноценно использоваться механизм гибкого изменения в процентных ставах. Слово таргетирование как раз он привязан к инфляции. Дорого товары стали, значит много денег. Сокращает банк. Наоборот, вниз пошло, банк увеличивает ставки и денежную массу. Вот поэтому инфляционное таргетирование называется. Чтобы просто было понятно каждому. В-третьих, надо устранить имеющиеся у Национального банка институциональные дефекты. Из-под его контроля надо вывести Единый пенсионный фонд, фонд проблемных кредитов и другие финансовые институты. И надо банку заниматься своим делом. В-четвертых, в 2016 году пенсионные активы должны быть переданы под управление частных казахстанских или иностранных компаний. И в целях повышения доходности пенсионных накоплений надо пересмотреть подходы к инвестированию пенсионных средств. Надо относиться и управлять пенсионным фондом так же, как мы управляем Национальным фондом. И тратить пенсионные накопления для того, чтобы кредитовать бизнес, надо прекратить. Эти деньги могут быть использованы только для восполнения дефицита бюджета страны. А для бизнеса достаточно тех денег, которые нам дают международные финансовые институты. Давайте так договоримся, чтобы сохранность пенсионного накопления была для народа абсолютным. Нацбанку следует регулярно предоставлять обществу финансовым учреждениям, исчерпывающие информацию по вопросам своей деятельности. Важно наладить нормальный рабочий диалог со всеми участниками финансового сектора. Только после принятия всех неотложных мер можно приступить к стимулированию экономики, в том числе монетарными методами. Я верю, что новое руководство будет грамотно управлять Национальным банком, завоевать доверие в нашего населения, банку и к себе. Нам всем надо поверить в национальную валюту, о чем я выше сказал, в тенге. Вклады в тенге сейчас это лучшие средства для хранения и накопления граждан. Второе. Оптимизация бюджетной политики. Жить посредством. Повторяю, жить посредством. Это наш проверенный принцип, правильная модель бюджетной политики, особенно в условиях влияния глобального кризиса. Человек приходит в магазин, смотрит на товары на витринных и щупает, и все время думает, сколько у него в кармане есть денег в кошельке. Так ведь? И не схватится за товары, за которые у него денег нет. Каждый человек. Но почему государство не так должно относиться? По средствам. По средствам. Жить надо. Вот к этому мы сейчас приступаем. И хорошо, что этот кризис, наконец, надо научиться жить по средствам, расходовать деньги на благо народа туда, куда надо. А не вообще. Мы разбаловались за эти годы. За большие нефтяные деньги, огромные цены на наши экспортные товары, деньги везде есть. Все мы раздавали, все раздували штаты, и все были довольны. Ходили, спокойно жили. И когда-то, конечно, к этому должен был приходить конец. Вот он сейчас пришел. Ничего страшного не случилось. Если мы все эти расходы сейчас оптимизируем, все пойдет нормально. Сейчас мы констатируем снижение налоговых поступлений в бюджет почти на 20%. Народ должен понимать, поступление в бюджет денег уменьшилось на 20%. Что это такое бюджет? Бюджет – это зарплата всем правоохранительным органам, армии, учителям, врачам, полиции, всем социальным структурам и так далее. Вот эта сумма уменьшилась. За счет этих денег мы строили больницы, школы. Все. Больницы – огромные дворцы, школы тоже, детские сады с бассейнами и так далее. Вот как мы тратили деньги. Теперь вот поступление в бюджет сократилось на 20%. И государство принимает соответствующие меры, и народ это должен понимать. Объем уплаты НДС, так называемый НДС, налог на добавленную стоимость, упали на четверть, на 25%. А по корпоративному налогу, корпоративный налог, который предприятия нам платили, упал на 13%, потому что продажа товаров промышленных предприятий уменьшилась, и цены на металл, на химические продукции, на нефть, на газ упали. Повышение налогов, могут сказать, в этом случае, не выход из этой ситуации. Это будет означать лишь дополнительное давление на бизнес, мы не можем этого допустить. Покрывать бюджетные расходы за счет национального фонда недальновидно, и это запрещено. Мы знаем, не знаем еще, какой обернется нам следующий год, 17-й год, 18-й год, наши накопления могут еще как пригодиться. Поэтому моя позиция принципиальная. Использование средств национального фонда на текущие расходы должно быть прекращено. Единственный механизм участия фонда – это ежегодный фиксированный трансфер из национального фонда в республиканский бюджет. Слава Богу, что эти деньги есть для бюджета, что мы можем это делать. Потому что, опять же, благодаря национальному фонду поручаю правительству разработать новую концепцию формирования использования средств национального фонда в условиях новой глобальной реальности. Нам необходимо пересмотреть всю систему государственных доходов и расходов. Прежде всего, следует расширить доходную базу бюджета. В 2017 году надо нам ввести в место нынешнего НДС налог с продаж. Следует отменить все неэффективные налоговые льготы, которые до сих пор раздавали налево и направо. Налоговые режимы надо оптимизировать. Оставит только три уровня налогов. Общий налог, известный, патент для индивидуальных предпринимателей, специальный налоговый режим для малого и среднего бизнеса и аграрного сектора. Вот три налога. Такой механизм будет выводить теневую экономику на свет. Главной задачей правительства должно стать повышение прозрачности налоговой сферы. Только так, каждый субъект экономики будет заинтересован, чтобы платить налоги в полном объеме. Правительство должно обеспечить эффективность налогового администрирования. Сейчас сроки легализации имущества и средств продлены до 31 декабря 2016 года. Приняты дополнительные стимулы для возврата имущества и денег в легальный оборот. Гарантируется конфиденциальность защиты от судебного преследования. Такой закон парламентом принят. Я его подписал. Этот закон уже действует. Поручаю правительству еще раз проанализировать условия легализации. При необходимо усилить гарантии ее участникам и провести нормальную разъяснительную работу. Я призываю всех, кто еще раздумывает о участии в легализации имущества, воспользоваться этой возможностью. С 11 января 2017 года вступит в силу всеобщее декларирование доходов и расходов. После этого будут приняты меры по раскрытию счетов, активов и где бы они ни находились. Для выяснения их происхождения налогообложения, в том числе с помощью ОСР. Я это обращаюсь ко всем не потому, что нам прямо вот позарез нужны эти ваши деньги, которые возвратите. Не хочется заводить уголовное дело на наших людей, делать из них беженцев, которые прячутся там за бугром. В Лондоне где-то бегают все. Все было за эти годы. Всякое было. Первичные накопления не всегда бывают честными. Да, мы молодое государство даем возможность вам вывести на чистую воду, принести сюда деньги ваши, участвовать в приватизации, сделать ваши активы казахстанские. И за то, что вот все сделано за эти годы страной, вернуть сюда и спокойно жить, и спокойно спать. Вот чего хочется. Теперь о мерах по оптимизации бюджетных расходов. Поручаю правительству провести полную ревизию всех бюджетных программ. В условиях кризиса важен каждый день. Неэффективные расходы или те расходы, которые могут быть покрыты за счет частного сектора, должны исключаться из бюджета. Нужно пересмотреть расходы на программы регионального развития и индустриального развития. Следует пересмотреть систему государственных расходов и субсидий. Сейчас целый ряд отраслей живет за счет государства. В то же время, например, инструменты государственной поддержки корпорации Казагра недоступны для половины всех сельскохозяйственных производителей. Для разгрузки бюджетных расходов надо активнее применять механизмы государственного частного партнерства. И это тоже надо разъяснить, что такое государственное частное партнерство. Честно, а то вчера по телевизору кто-то выступает, говорит, кто-то ГЧП путает с ГКЧП уже, потому что мы не разъясняем. Государственное частное партнерство. Недавно я беседовал с Акимом Алматинской области, был в городе Алматы и видел, как результат государственного частного партнерства. Государство дает бизнесмену землю, подводит электричество, горячую теплую воду, создает условия, это участие государства, как процент участия. А частник строит эти объекты. Так построены детские сады, несколько штук уже в Алмате. В Алматинской области Аким Баталов очень широко применяет это. Если поработать, конечно, это требует работы у Акимов, а не лежать на боку и ждать от государства и просить деньги ходить в кабинетах. Кто занимается, он занимается. Поэтому почаще сейчас время такое наступило. Кто работает, он в регион привлекает и земляков своих, которые разбогатели, где-то ходят сейчас, и других, создавая условия и им, и для себя. Нужно проработать дополнительные меры по поширению частных инвестиций в сферы нашей экономики. Важно шире привлекать частных инвесторов не только к строительству дорог, газопроводов, больниц, школ и других объектов, но и к реконструкции и техобслуживанию. Все высвобождаемые при оптимизации бюджетных расходов средства надо направить в первую очередь на проекты, которые принесут реальные результаты на благо нашего населения. Третье направление – приватизация стимулированной экономической конкуренции. Сегодня важно максимально высвободить внутренние ресурсы для обеспечения стабильного экономического роста. Для этого мы должны использовать два эффективных инструмента – масштабную приватизацию и расширение конкуренции. Что сегодня сдерживает рост конкуренции? Прежде всего большой государственный сектор. Более 7 тысяч предприятий Казахстана находятся в государственном секторе. Нужно, не нужно, все равно. 7 тысяч. Холдинги Самрук Казна, Казагра, неэффективно контролируют огромные активы промышленности и сельского хозяйства. Активы фонда Самрук Казна составляют более 40% внутреннего валового продукта, включая более 500 внучек и правнучек. Народ может не понять, что за внучки и правнучки пошли. А потому что от себя насоздавали предприятия, от них еще отростки. Понимаете? Холдинги Казагра и Батерек превратились в неэффективных посредников между бюджетом и банками. Все это сопровождается во всех этих предприятиях малых, внучек и дочек, раздутыми штатами, тратой огромных бюджетных ресурсов. В то же время это как раз приводит к вытеснению инвестиций и инициативы. Сейчас важно снять ограничения на приватизацию объектов государственного сектора. Необходимо пересмотреть ряд положений закона о государственном имуществе и гражданского кодекса, сократить перечень стратегических объектов, не подлежащих приватизации. Поручаю правительству разработать новую программу приватизации, включив в нее все организации, находящиеся в государственной собственности. В том числе входящие в саморог казна, в эти реки Казагра. И после приватизации все эти три управляющих холдинга должны быть преобразованы компактные организации, которые будут делом заниматься. Если окажется, что дела у них нет, то надо их ликвидировать. Приватизация должна осуществляться по справедливой рыночной стоимости, открыто и конкурентно. Ключевыми механизмами должны стать размещение акций на фондовом рынке и открытые аукционы. Надо создать условия для максимального участия вне казахстанских и иностранных инвесторов. Поручаю правительству отменить преимущественные права всех акционеров на приобретение отчуждаемых акций. Далее. Правительство должно создать условия для свободной и здоровой конкуренции. Во-первых, поручаю правительству выработать конкретные предложения по усилению антимонопольной деятельности. Нам нужен отдельный закон об антимонопольном ведомстве с четкой регламентацией его статуса и порядка. Мы взяли его где-то, зажмурили и куда-то запрятали сейчас этот орган по просьбе наших министров. И его почти что не видно. Во-вторых, необходимо устранить искажение рыночных стимулов в виде искусственного регулированных цен, что мы постоянно делаем. Поручаю правительству продолжить дальнейший переход на рыночные ценовые развивания во всех секторах экономики. Это очень важно, о чем я говорю. Чтобы понятно было всем, почему мы полтора-два миллиарда субсидий даем сельскому хозяйству. Потому что килограмм хлеба для товаропроизводителей намного больше, чем килограмм продается в магазине. И поэтому, почему вы думаете, поэтому мы субсидируем до 2 миллиардов долларов или 150 миллиардов, 200 миллиардов деньги сельскому хозяйству. Именно поэтому. Так может быть эти деньги отдать совсем тем, кто покупает, а он пусть производит и продает как есть. То есть нормальную экономику сделать надо. Я много проработавший в системе управления Советского Союза и теперь человек, хорошо знаю, будучи председателем правительства Казахстана, каждый год осенью ездил в Москву и клянчил 5-6 миллиардов рублей, по тем временам это было 5-6 миллиардов долларов, дать Москве, Минфин Москвы, чтобы дать сельскому хозяйству для дотации. Почему? Кто старшее поколение помнит, булка хлеба в магазине стоил сколько? 25 копеек. Для селянина он стоил 5 рублей 80 копеек. 5 рублей 50 копеек надо было датировать на каждый килограмм. Мясо, помните, сколько в магазине лежало? Рубль 30. Для селянина себестоимость ее была 7 рублей. То есть, вот эту огромную массу потратить на повышение заработной платы и поддержку малообеспеченных и дать специальную цену, а не датировать, тогда развитие было бы совсем другое. Это трудно, это кое-кого заденет, но мы можем защитить, кто малообеспеченный, кто нуждается. А все остальные должны зарабатывать деньги и жить на свои доходы, как следует. Вот что такое ценообразование во всех секторах. Если мы это не сделаем, тогда перед глазами стоит, чем закончился Советский Союз. В-третьих, политика в области конкуренции должна идти рука об руку с эффективным регулированием процессов банкротства и реабилитации неэффективных компаний. Еще один момент, почему субсидируем. Все предприятия отдали в личную собственность. Селихозники держат сотни тысяч гектаров земель, это его собственность. Завод машиностроительный, это его собственность акционеров. Он собственник, он продает деньги, получает себе, только налоги платит. Так почему государство этому собственнику должно отдавать из налогов народа деньги, скажите мне? Потому что мы поощряем несостоятельные компании. Если мы говорим о конкуренции, то рука об руку с эффективным регулированием, с этим должен идти процесс банкротства и реабилитация неэффективных компаний. Рыночная экономика – это конкуренция сильных. Проигравшие должны иметь возможность уйти с рынка или начать заново. У нас такого нет. Неэффективные компании выстраиваются в очередь за разного рода субсидиями, льготами и ходят с растянутой рукой государству. Ни в одной развитой стране банкротство компаний не приводит к развалу отрасли или остановке предприятия с увольнениями работников. На заре нашей независимости, чтобы понять специфику рыночных механизмов, мне удалось поездить по Соединенным Штатам Америки три недели по разным регионам, смотреть и сельское хозяйство, промышленность, изучать банковское дело и так далее. Миллион фермеров банкротится ежегодно, миллион снова возникает. И ничего не останавливается. Если у нас заговоришь о банкротстве, закрывается предприятие, вешается замок, люди увольняются. Нигде так не делается. Реабилитация и судебный процесс идёт своим чередом. Этот, который довёл до банкротства, он должен отвечать, может и перед судом уходить, должен приходить в другое, предприятие продолжает работать. У нас нет такого. Поэтому давайте начнём по-нормальному работать, как все. Это не развал отрасли, это приход нового менеджера и новых инвестиций. На место неэффективных приходят новые собственники, которые приносят с собой инвестиции. Мы не должны тянуть неконкурентные компании за счёт государства. Нет той экономики. Но мы живём такой экономике. Ну что делать? В глобальной экономике живём, в условиях конкуренции, в условиях рынка. Мы не должны тянуть неконкурентные компании за счёт государства. Да это и плохо. Мы будем тянуть их, помогать им. В конце концов, придёт же конец. Так же не может быть всё время. Поручаю правительству разработать четкие и понятные процедуры банкротства для физических и юридических лиц. Ничего страшного в этом нет. Она должна быть максимально облегчена и прожажена.